Сейчас в мире. Канал РТВ. Я Сергей Киня. Здравствуйте. США шпионили за Израилем. Об этом заявляет бывший корреспондент газеты «Гардиан» Гленн Гринвольд. Именно ему, экс-сотрудник ЦРО Эдвард Сноуден, передал секретные документы американских спецслужб. По словам журналиста, у него есть еще неопубликованные материалы. Документы свидетельствуют о том, что Агентство национальной безопасности США и его британские союзники занимались взломом электронной почты экс-премьера Израиля Эхуда Ольмерта. Просматривалась якобы и переписка высокопоставленных чиновников Министерства обороны еврейского государства. Гринвольд назвал великим лицемерием со стороны Вашингтона ситуацию, когда с одной стороны за Иерусалимом шпионят, а с другой в американской тюрьме по-прежнему удерживается Джонатан Поллард, обвиняемый в шпионаже в пользу Израиля. Правительство США любит повторять, что цель слежки – борьба с терроризмом. Но неужели власти думают, что Ангела Меркель – террорист или израильские чиновники, причастны к терроризму? Это лицемерие. Правительство США делает именно то, в чем обвиняет своих врагов в Китае, Иране и других регионах. Соединенным Штатам надойдает роль посредников в палестино-израильских переговорах. Аналитики подводят итоги первого в наступившем году визита госсекретаря США на Ближний Восток. По мнению многих экспертов, Джон Керри ясно дал понять, если до апреля рамочное соглашение не будет заключено, Вашингтон самоустранится от переговорного процесса. О том, кто может прийти на смену США и чем это чревато для Израиля, мой коллега Владимир Нанец. Угроза отказа США от статуса посредника – главная причина, по которой премьер-министр Израиля Бениамин Нитанягу не может сказать «нет» инициативам Джона Керри. Аналитики уверены, в случае ухода Вашингтона в тень, двигать мирный процесс на Ближнем Востоке начнет Евросоюз. На гораздо худших для Израиля условиях. Керри оставляет Нитанягу все меньше пространства для маневра. В Израиле рассчитывали дотянуть переговорный процесс до начала избирательной кампании по выборам в Конгресс США, считают наблюдатели. В этот период Вашингтон вынужденно ослабит давление на Израиль. Однако выборы только в ноябре, а Керри не намерен тянуть даже до лета. Мы с президентом Обамы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь странам достичь соглашения, которое будет соответствовать интересам обоих народов. Безопасность Израиля для нас всегда имела первостепенное значение. Но столь же небезразлично нам и будущее палестинского народа. Уже в этом месяце глава американского госдепа представит сторонам рамочное соглашение, после чего собирается организовать встречу Нитанягу с Махмудом Аббасом. Израильский премьер неоднократно утверждал, что готов встретиться с лидером палестинской автономии где угодно и когда угодно. Но сейчас ситуация иная, отмечают эксперты. Им придется разговаривать не абстрактно, а по реализации конкретного соглашения, в котором принципы решения палестино-израильского конфликта будут подробно оговорены. А с подробностями у Бениамина Нитанягу как раз могут возникнуть проблемы. Комментируя завершившийся визит в регион госсекретаря США, глава израильского правительства заявил, американцы представили свои предложения, мы их реально оцениваем и переговоры продолжаются. При этом он добавил, в документе есть параграфы, которые ему лично не нравятся, но есть там и пункты, которые очень не нравятся палестинцам. Нитанягу не стал вдаваться в подробности, однако подчеркнул, в лучшем случае между израильтянами и палестинцами будет царить холодный мир, как в отношениях с Иорданией. А в худшем здесь будет новый Афганистан. Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что находится перед сложной дилеммой. С одной стороны, по словам Нитанягу, он не хочет, чтобы на границах Израиля появилось государство, подчиненное Ирану. С другой, против превращения еврейского государства в двунациональное. А это обязательно произойдет, если предоставить гражданство всем палестинским арабам. Это наша страна. Мы не чужие в Иерусалиме. Мы не чужие на Западном берегу. Мы не чужие в Хевроне. Мы хотим достичь мирного соглашения, но это не должно отразиться на фундаментальном праве еврейского народа на свое национальное государство. Госсекретарь США Джон Керри покинул регион в понедельник, так и не сумев добиться согласия сторон на свой вариант рамочного договора. Он пытался получить от Махмуда Аббаса официальное признание Израиля еврейским государством. Глава палестинской администрации, в свою очередь, требовал уступок Иерусалима в вопросах, касающихся права беженцев на возвращение. По данным израильских СМИ, глава американского госдепа намерен вернуться в регион уже на следующей неделе. Так что и Нитанягу, и Аббасу остается все меньше времени на раздумья. Вашингтон вряд ли оценит провал своих миротворческих инициатив. Владимир Унанянц, РТВА. Братья-мусульмане подали иск в Международный уголовный суд на египетскую армию. На состоявшейся в Лондоне пресс-конференции юристы во главе с адвокатом-правозащитником Таяба Мали заявили, в ближайшие месяцы будет определен ход расследования. Исламистское движение обвиняет новые власти страны в убийствах, незаконных арестах и пытках сторонников свергнутого режима. Братья-мусульмане считают, что репрессивная политика военных подпадает под определение преступления против человечности. Кстати, иск в Гаагский суд подан от имени смещенного президента Мохаммеда Мурси, который в настоящее время находится за решеткой. Напомню также, что движение братья-мусульмане в Египте запрещено и объявлено террористическим. Громкий скандал разгорается в Испании. На скамье подсудимых может оказаться младшая дочь короля Хуана Карлоса I Кристина. Она обвиняется в причастности к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. По данным следователей, инфанта вписывала в расходы компании Эйзун, принадлежащей ей и ее мужу, аренду особняка и другие личные расходы. В результате сокращалась не только прибыль компании, но и налоги, поступающие в казну. Уже в марте принцесса предстанет перед судом. Внимание к Кристине Дбургон было вызвано расследованием дел ее супруга. Иньяки Урденгарин обвиняется в коррупции, мошенничестве и растрате общественных средств. Главный музыкальный конкурс Европы под угрозой срыва. 12 стран отказались от участия в Евровидении 2014. Первыми о решении не ехать в Копенгаген, где в мае должно состояться шоу, объявили Хорватия, Словакия, Люксембург и Андорра. Они сослались на финансовые проблемы. Пропустить конкурс решили также Кипр, Болгария, Чехия и Турция. Некоторые из них объяснили причину отказа не только материальными обстоятельствами, но и потери интереса к общеевропейскому песенному конкурсу. Ранее в России в связи с принятием закона о запрете ноги и пропаганду звучали призывы запретить трансляцию музыкального шоу. Дело в том, что Австрию на конкурсе будет представлять певец Трансвестит. Ну что ж, на этом у меня все о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова